всех приветствую продолжаем рассматривать работы художников шаги страха майнард диксон 1932 год холст масла 101 на 127 жизнь майнарда диксона долгое и оригинальное похоже на произведение искусства он был активным участником культурной среды калифорнии и в отличие от большинства его современников не совершал обязательного паломничества в париж для обучения и ознакомления с передовой живописью эпохи середине 1890-х пору расцвета золотого века иллюстрации диксон при помощи своих рисунков и фотографий поддерживал ностальгии по западу который остался в прошлом посвящая творчество сценам с индейцами с коммерческим искусством он имел тесные связи долгое время работая в области дизайна плакатов и афиш однако со временем мастер стал все большее внимание уделять станковой и монументальной живописи экспериментирую с импрессионизмом и пост импрессионизм он яростно ненавидел абстрактное искусство считая мнение модернистов о самовыражении через искусство жалкой попыткой придумать защиту своему идиотизму с 1900-х годов диксон отправился в одинокое странство по пустыням америки которые совершал надежды через уединение и отшельничество раскрыть пути к метафизическим мирам картина шаги страха написано под впечатлением от этих скитаний она выполнена в стиле символизма облуждающая группа безликих персонажей под покрывалами олицетворяет тревогу каждого человека неуверенного не в реальности мира не в его будущем художник находился под влиянием господствующих в то время взглядов о закате европы и всей существующей цивилизации поэтому атмосфера мистики и преувеличенная метафоричность в его полотнах не случайны диксон использовал символы как средство выражения идеи он полагал что намеки и недосказанности служат средством коммуникации с духовным миром непостижимым обыденному мышлению вот такое описание к работе шаги страха автор майнар диксон 1932 год холст масла я нашел в интернете текст по книге великие музеи мира пока пока до свидания